здравствуйте дорогие зрители усаживайтесь поудобнее сейчас начнем сплетничать сплетен у нас очень много поэтому сегодня мы все выкладывать вам не будем а прибережем несколько штучек таких самых горячих где-нибудь так на субботу воскресенье чтобы можно было сесть поудобнее с кофе с какими сладостями и все это дело послушать и так ну начнем с того что за разными очень грустными событиями последних месяцев мы совсем забыли рассказать вам о свадьбе араселе гонсалес и фабиана мацея пара сочеталась законным браком приглашенных было около 150 человек ну и сначала была гражданская регистрация так сказать для государства а потом духовные церемонии уже для души но именно духовная а не церковная я не оговорилась дело в том что араселе не захотела венчаться в церкви уж почему мы не знаем но тем не менее и она сказала очень интересную вещь ну очень понятное дело что все были взволнованы церемония очень красивая невеста была замечательная жених был просто ослепителен в общем все все очень красиво и араселе сказала в одном из интервью что когда ее красили а красили ее три часа она не думала что во время церемонии весь этот макияж весь этот многочасовой труд смоется буквально за несколько минут что она буквально обливалась слезами от счастья ну что же пожелаем ей всего самого хорошего ей и ее супругу вот у нас еще одна девушка объявила скорой свадьбе со своим женихом сандра чавария решила выйти замуж за леонардо де лосань ну мы вам уже говорили что родственники всяческие из сандры вынимали семейный праздник очень им хотелось семейных торжеств вынимы положь и в общем сандра видимо надоело это все слушать и она сдалась сказала вот вам и в твиттере показала обручальное кольцо и лично объявила что все ребята будет свадьба ну потом она сказала что скорее всего в 2015 году она будет мамой во всяком случае ей очень этого хочется ну на самом деле интересно конечно да может быть это счастливое событие уже приключилось потому что ведь совсем недавно сандра уверяла что свадьба ей по барабану что ей так хорошо а свадьба это вот только если родственники из нее вынут но мы уже предположили что или родственники вынули или такие обстоятельства заставляют еще одна счастливая женщина у нас образовалась камила соди которая недавно развелась диего луна нашла свою новую любовь это младший брат актера хайми камилла хорфе ну судя по всему камила счастлива действительно но и слава богу судя по тому как она вела себя в последнее время жизнь ее с диего была не особенно то веселой и счастливой девушка напивалась до чертиков срывалась публично ну что ну когда такие вещи происходят когда в общем что то не в порядке ну надеемся что теперь будет все хорошо судя по этой фотографии которые мы вам показываем все все очень даже красиво обнаружился виновник разрыва рикки мартина с его бойфрендом карлосом яблоко раздора зовут федерико диас вот якобы с ним рикки изменил своему бывшему ну что мы можем сказать любовь она штука злая сегодня она есть завтра ее нету бывает так что человек разрывается между двумя любимыми людьми поговаривает что рикки устроила бы дружба втроем но это их личные проблемы уж как они там устраиваться пусть сами разбираются в этих делах но пресса со слов самого федерико пишет что знакомство началось в 2012 году совершенно случайно вот встречи были не частыми но очень бурными началось с того что ну что то не друг другу не понравились решили пойти куда-нибудь посидеть выпили несколько бокалов но потом понеслось вот ну и сейчас у нас 2014 года в общем два года вся эта история продолжалась за спиной у карлоса который как водится последним узнал про все вот эти вот толстые обстоятельства ну что не стал он этого терпеть и сказал что забирай свои игрушки обидно жалко все-таки очень много лет отношений семья практически ну что делать интересует здесь одно федерико стало откровение чуть может быть ничего бы и не было может быть никого скандала бы не приключилась если бы не вот эти вот откровения прессе вот возникает интересный вопрос а может это специально все сделано странно 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 хотим вас познакомить познакомить с парочкой скандалов на съемочных площадках один очень яростный откровенный который в общем то практически застопорил производство новеллы а поссорились у нас крис дала фуэнта и кариме лосан в чем там дело в общем тоже не совсем понятно кто-то говорил что не был скоротечный роман когда начинался этот съемочный период что якобы их там видели вдвоем довольно таких недвусмысленных ситуациях вот а потом получается так что они продолжают отношения свои сложные выяснять на съемочной площадке ну а кто-то уверяет что все дело в сложном характере криса очевидцы утверждают что атмосфера на съемках напряженной именно из-за него что он уже давно в общем звездной болезнью страдает это не первый раз он так себя ведет что и на предыдущей новелле а мор бравио тоже он там показывал себя во всей красе ну вот но тут значит что получается крис так застращал девушку и всю съемочную группу что у кариме и язык заплетается и сконцентрироваться на его комнате а крис нисхождение к тонкой душевной организации партнерши не проявил и устроил ей дичайший скандал он объявил обвинил ее в непрофессионализме кричал что рейтинги делает только он один без никого один без ансамбля так сказать что она вообще никто и звать ее никак она пустое место никакая она не актриса отчурзная шуи сбоку бантик в общем девушка заплакала убежала с площадки народ застыл в изумлении ну как бы так женщины себя в общем не ведут ну можно конечно его оправдывать что да достала она его что действительно несколько раз приходится повторять одну и ту же сцену в общем как бы тоже и сдерживаться надо да ну и кроме того появились многочисленные статьи в мексиканской прессе о том что он презирает мексиканцев говорит что они не умеют ни снимать ни играть что в чили все это делается лучше профессиональней но если вы помните чили это его родина но вы понимаете что зная мексиканскую прессу и ее отношение к иностранцам ну в общем помножим наверное эту информацию на ноль пока что а там посмотрим может быть что-то и подтвердится конечно хотелось бы чтобы все это казалось только досужими домыслами но если так как они пишут то конечно хорошего мало кстати продюсер новеллы карлос морена видимо убьют главного героя потому что терпеть сил нету уже вот это вот все другой скандал протекал достаточно тихо практически без публичных поясений отношений там были некой кипс плески но тем не менее по сравнению с мексиканскими страстями все-таки тускло проистекало ну вот Хулио Чавес актер нашумевшего аргентинского сериала Фарсантос заявил что Факундо Арана ушел из сериала именно из-за него ну вы помните что Факундо Арана действительно совершенно скоропостижно взял и сериал покинул ну во всяком случае так Факундо сказал самому Чавесу что да 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 сеньор именно из-за вас Чавес прокомментировал ситуацию достаточно ехидно он сказал так бедняжка столько месяцев работать в таком напряжении ну и само собой сказал что сам он никаких проблем не испытывал что у него все было очень хорошо что на площадке все было прекрасно ну что мы можем сказать по этому поводу ну это называется пропустил возможность промолчать да тем более что Факундо ничего такого не говорил то есть когда его спросили об этом да он сказал что все нормально все взрослые люди если там что-то и было то выясняли все как бы между собой зрителя это ни в коей мере не касается вот зачем Хулио полез объясняться в общем не очень понятно ну да ладно бог с ним во всяком случае кто такой Хулио Чай все-таки Факундо Арана каждый знает и еще одна новость напоследок практически разорвали свои отношения Тони Коста и Адамарио Лопес ну признаемся что мы давненько этого ждали уже когда они закрутили роман после конкурса смотри кто танцует уже тогда в общем-то было ясно что все это дело долго не продлится уж больно парочка такая ну как бы сказать не то что это мезальянс но насколько они друг другу не подходят ну чисто внешне ну просто ужас какой-то ну ладно бог с ними в общем-то внешне подходит не подходит это уже их личные дела но не только мы как бы обрадовались отец Адамарио Дон Луис Лопес сказал что он давно этого ждал тоже он всегда уверял что Тони Альфонс вот оно и подтвердилось он говорит что Адамарио за все всегда платила брала работу немеренное количество работала акиол фактически а парнишка наслаждался жизнью и в общем бил бак лучше но есть еще одна такая сплетня говорят что причиной разрыва в общем-то на самом деле стало то что Адамарио потеряла ребенка которого ждала Тони ну что сказать грустно это господа если так вот ну жизнь есть жизнь никуда от нее не денешься вот на сегодня все подписывайтесь на наш канал в следующей пенке вас ждет очень много интересного расскажем про Хорхес Алинаса, Нинель Конде, Себастьяна Рули и его новую любовь ну и там по мелочам еще кое-что до свидания